Она мне кинула страйк на мой канал. Развожу краску и вперед. Страшно. Это безумие и отвага. Короче, жопа, мне кажется, полная. Такое барсуковое милирование. Экзекуции, издевательства над волосами. Девочки и мальчики, всем привет. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна. И я снимаю это видео, потому что недовольная модель из моего недавнего видео. Под названием «Стилист сжег волосы модели и оставил пятна». Она мне кинула страйк на мой канал за то, что я сняла видео и высказала мнение, которое ей не понравилось. Мое видео про недовольную модель, которая решила потом пожаловаться на мастера. Мастер ей отдал все деньги. И она все равно осталась недовольна тем, что ей дали эти деньги. И все равно она обвиняла мастера во всех грехах. При том, что девушка пошла на данную процедуру не по полной стоимости. Мастер ей вернул деньги и ей окрашенные, которые в целом нормально смотрятся, досталось бесплатно. Сижу я, никого не трогаю. То есть это видео уже прошло неделю. Оно собрало почти 30 тысяч просмотров. И мне на почту приходит жалоба о нарушении авторских прав. Ну, мне уже кидали страйки различные каналы парикмахерские, на которые я снимала обзор. И в целом, знаете, чем больше ты пытаешься удалить информацию из интернета, тем больше она распространяется. И для меня это всегда удивительно, когда блогеры, на которые выставляют свое видео на ютубе, они потом, когда ты снимаешь обзор, где ты не согласен с их мнением, они начинают кидать страйки. И эти же люди потом могут возмущаться, знаете, что у нас где-то нет демократии и нет свободы слова к счастью. И, в общем, вот такая вот жалоба. Здравствуйте, мы получили жалобу о нарушении авторских прав на одно или несколько ваших видео. Переходим на саму вот эту жалобу и видим, кто ее кинул. То есть здесь блогер, имя, фамилия Елена Сенатрусова, Елена ТОП-27. Там адрес ее электронной почты. И, в общем говоря, на что она жалуется? На то, что видео было повторно загружено другим пользователям. Девочки, естественно, это абсолютно не так. Если бы я взяла, скачала ее шедевральное видео, загрузила себе на канал, якобы это я сняла это видео, якобы я там, да, ее бы жалобу, конечно же, удовлетворили. Но так, в целом, реакции, да, когда вы снимаете на что-то, это переработанный контент, это контент одобренный. Это не воровство чужих видео, как могут писать некоторые недалекие комментаторы. Это контент, который YouTube одобряет. Более того, в справке YouTube есть отдельная графа, да, про графу реакции. И задача, в целом, меня как автора, да, этих реакций, указать источник, с которого я беру. Я всегда произношу канал, я всегда вставляю название этого видео, да, чтобы вы могли пройти, посмотреть оригинальный ролик. И, в общем говоря, она еще пожаловалась, то есть, ну, в целом, это неправильно, что мое видео было загружено повторно другим пользователям. И дальше пишется, в какой момент отображается контент во всем видео. Безусловно, это неправда, да, и, к счастью, у меня есть какой-то, я не знаю, может быть, я кому-то нравлюсь среди тех поддержки YouTube, но уже второй раз YouTube отстаивает, как бы, мои права, да, что я делаю, как бы, правильный контент, да, одобряемый правилами сообщества YouTube. После этого я получаю такое письмо. Здравствуйте, наши специалисты считают, что этот контент соответствует принципам добросовестного использования и не нарушает авторское право, поэтому он останется на YouTube. Поэтому вот такие вот дела и девочки, конечно же, по нашей традиции, как только мне кидают страйк, естественно, что я делаю, я снова снимаю видео на человека, который мне кинул страйк. Итак, сегодня у нас с вами, девочки, видео с канала Елена ТОП 27, и ее видео, оно собрало 120 тысяч просмотрев. Я просто не могу не прокомментировать это безумие, потому что девушка решила в домашних условиях сделать себе сложную технику окрашивания AirTouch. Я всегда еще, знаете, поражалась, когда девчонки дома делали себе милирование, делали себе там сами балаяш, что-то начесывали и так далее. Я вам как мастер-парикмахер, который также владеет этими техниками, я вам скажу, что адекватно, красиво и хорошо сделать это самой себе даже не может парикмахерем, именно поэтому парикмахеры, которые носят сложную технику окрашивания, они делают это сами себе. Самой себе можно корни дома покрасить, и будет хорошо. Это безумие и отвага, давайте смотреть. Это видео я буду сегодня делать сама себе AirTouch. Господи, я сама себе не милю. Если вам интересно посмотреть на это безумство, то оставайтесь смотреть. Я не буду зарекаться, если все мне понравится, если я смогу, то возможно. Буду осветлять передние пряди, то есть небольшую полосочку. Я вставлю фотографии, что я хочу в итоге увидеть, приблизительную картину. Там у девушки, конечно, много другой тон и так далее, но база другая. Просто визуально, чтобы вы представляете, что я хочу увидеть на глазах. И я считаю, что такое окрашивание, такой контуринг будет гармонично смотреться в данном случае сейчас. Девочки, давайте рассмотрим, что хочет наша Елена и что у нее есть. Те виды окрашивания, которые она показывает на девушках, сделаны либо на темных волосях, либо на темных натуральных волосах. И, соответственно, основная масса волос для такого окрашивания, она должна быть темной. У нее же мы видим на 80% это белющий-белющий блонд после многократного осветления и темные концы. Даже если вы сделаете вот эти вот широкие пряди, но при таком окрашивании будет казаться, как будто бы у вас такое барсуковое милирование, да, из 80-х или из 90-х. Вот эти широкие такие модные пряди в стиле контуринг, они смотрятся на девчонках, у которых натуральные, либо окрашенные в темные волосы, да. Но чаще всего делается все-таки на натуральных волосах и тогда это смотрится эффектно, инстаграммно и круто. Вот такие вот широкие передние пряди, да, контуринг обычно к R-Touch имеет, ну, такое себе, да, отношение. Все-таки R-Touch это больше про красивое и носибельное такое вот вид милирования. Кстати, про блогеров, я думаю, вы неоднократно слышали, насколько же тяжело развивать свой блог в инстаграмм. И даже маленькие блоги, они могут попадать в теневой бан. И я хочу рассказать вам про сервис SpamGuard. Для того, чтобы ваши посты чаще показывались в ленте, SpamGuard это отличный инструмент, потому что он очищает аккаунт, освобождает ленту и помогает продвинуться в алгоритмах. И не нужно будет ни в коем случае чистить всякий инстаспам, который льется просто на аккаунты. И не нужно будет удалять бота вручную. SpamGuard подойдет, если вы развиваете не только личный профиль, а, допустим, свою страничку с какими-то бьюти-услугами, потому что таким образом ваши клиенты смогут чаще вас видеть в ленте. Также будут удалять пользователи, которые не подписались на вас в ответ. Он будет их отписывать, и у вас будет чистая аудитория. Соответственно, со временем увеличится охват. Поэтому, если вам интересен SpamGuard, переходите, пожалуйста, по ссылке, устанавливайте его и наслаждайтесь чистым аккаунтом и, конечно же, дальнейшим продвижением дня. Потому что сейчас у меня отросли волосы, сантиметров 5, наверное, 6 отросших корней. И сразу для тех скажу, кто впервые, возможно, зашел на мой канал и не в курсе, что тут вообще происходит, почему и как. Значит, лучше, конечно, посмотреть видео, но если вы не хотите, вам лень и так далее, просто кратко скажу, что весной у меня были экзекуции, издевательства над волосами, очень долгое осветление, сильное осветление, очень сильно были повреждены волосы, осветляющим порошком, профессиональным, мастерами. Не знаю еще, как они у меня держатся на голове, не отвалились. Ох, девочки, я люблю, когда люди не делают никаких выводов и заново пытаются свои волосы все-таки догонать. Догонать, если уже у тебя было такое серьезное, сильное осветление, которое было сделано мастерами, у тебя был air-touch, мелирование и так далее, но на черта ты еще делаешь в домашних условиях эту же технику, если у тебя там волосы еле-еле держатся. Более того, из всех сложных техник окрашивания, она достаточно травматична, именно потому, что сейчас очень модно окрашивание air-touch с максимально большим количеством блонда. То есть там где 70-80%, 90% и очень часто многие мастера, если это второе, третье окрашивание air-touch, они промазывают всю длину, таким образом вы получаете по всей вашей длине порошковое осветление. И air-touch обычно люди носят, ну, максимум три раза, потом волосы начинают сыпаться именно из-за повторного осветления по длине. У меня из постоянных клиентов есть огромное девочки, количество пострадавших от air-touch, и мы, конечно же, убрали все эти последствия air-touch, и сейчас тонируемся и красимся по моей технологии, да, с помощью краски, без всякого порошка. Но если у вас травмированные волосы, ни в коем случае не делайте никакую из этих техник. Огромное большое спасибо моему уходу, так бы мне бы они просто отпали, идти к мечте, поставить себе цель, все осуществимо, не обязательно платить огромные деньги, чтобы сделать себе что-то красивое на голове. У меня пока есть мозги, есть руки рабочие, сама себе делаю ногти, укрепляю уже год, осветляла себе волосы уже несколько лет, лет 6-7, возможно, больше, тонирую себе волосы, мне все нравится. Ну, главное, знаете, что когда ты сама себе делаешь, то тебе все нравится. А девушка, женщина должна это уметь сама, иначе попадете куда-то не понять куда, ничего с собой делать не сможете, постоянно будете зависеть от какого-то мастера. Это тоже неправильно. Как мне нравятся все эти рассуждения, при том, что девушка до этого говорила, что чуть ли не мастера парикмахера должны, когда она идет модель, следить за каждой упавшей волосинкой с ее головы. И теперь оказывается, что у нас наша модель 6-8 лет, красится сама дома. Почему я так скептически к этому отношусь? Потому что очень часто люди по незнанию, если не смотрят какие-то парикмахерские каналы вроде моего, они читают какие-то, я не знаю, парикмахерские форумы, они не знают, как что смешивать с волосами. Очень часто именно проблема с их волосами, с пористостью, с повреждением, это как бы они сами, да, их главная проблема, и не всегда просто люди, которые не связаны с парикмахерским миром, они там готовы, да, вычитывать какую-то информацию, узнавать пропорции смешивания. Но то есть в целом краска это химические продукты, если где-то нарушить технологию, неправильно что-то смешать, она не так отработает в лучшем случае, а в худшем случае выжет вам все просто до черепушки. Почему мне не нравится растушевка от корней? Потому что это все красиво, когда вы только это все сделали, вот перед зеркалом сели, повернули вас, все красиво, супер. Спустя три недели, когда отрастают ваши корни, ну, возможно, больше кто-то будет замечать, да, там через месяц, вы увидите, что отрастает ваш корень, там сколько сантиметров, да, сколько у вас там растет. Потом теплая полосочка будет идти в любом случае, и потом осветленные пряди. Возможно, некоторые мастера будут писать, что нет, такого не может быть, что свой натуральный корень на низком проценте может поменять цвет. Я вас уверяю, меня берет 1,9% и полтора иногда берет, но не все. Притемнение корней в сложных техниках окрашивания, это необходимость для того, чтобы сделать плавный переход от вашего натурального корня к милированным, либо осветленным прядям. Я очень часто слышу вот такую вот историю, да, по поводу притемненного корня, что потом он превращается в желтый, рыжий, какой-то некрасивый девочке. Так происходит, потому что вам притемняют аммиачной краской на 3%, либо на 1,5%. Все равно аммиачная краска за счет большой дозы щелочи, она подтягивает ваш натуральный корень, и потом через месяц-полтора он рыжий, либо он рыжий просто изначально. Для того, чтобы такого не происходило, притемнять корни нужно всегда, только без аммиачной краски. Я уже лет 5 или 6 работаю на бренде Матрикс, и очень красиво и классно притемняется корень Матрикс. ColorSync это без аммиачная линейка, только надо смешивать его не с обычным окислителем, а с оригинальным. И прекрасные оттенки 8А, 8В, если, допустим, у вас потемнее, корень можно 6А и 8В смешать. У меня все абсолютно клиенты, у которых притемненные холодные корни, у всех вот эта вот формула, которую я вам написала на экране, у девушки проблема, что у нее, да, действительно не очень красиво аджестают, когда аммиачная краска, вот эта вот такая желто-рыжая полоска, фу, вообще некрасиво. Но не нужно говорить, что это у вас какие-то эксклюзивные волосы, как бы здесь проблема именно в самом материале, да, именно поэтому вот как бы не всегда люди, которые красятся дома, да, правильно это делать, эффективно. И полтора иногда берет, но не все, то есть надо еще смотреть, какая фирма и так далее. Что лучше не спорить со мной, я знаю свои волосы, если, возможно, у кого-то база своя натуральная пятерочка, шестерочка, возможно, проценты 1,9 вообще не повлияет никак, но на мои волосы влияет, поэтому я стараюсь этого избегать вообще. Ох, как мне понравилось сразу, не надо спорить со мной, я прям таки вижу, что так она говорила тогда в салоне мастером. Избегать вообще, то есть при милировании и так далее, ни за что, потому что я не хочу у себя видеть трехцветия на голове, я только за двухцветия, это свой волос и волос, который осветленный, все. И действительно, да, два оттенка, это классика вот в современных техниках окрашивания, никаких вот промежуточных переходов, как было в Амбре, когда оно только появилось в году 2013-2014. Пять месяцев уже ноябрь пошел, я вам скажу, что это очень носибельное окрашивание, если вы планируете AirTouch, либо вуалевое эмилирование, то вполне себе это практически одно и то же. Ну вот, я не вижу разницы, единственное, что AirTouch более как-то тонко набирается, потому что это все настолько вот выдуванием фена тоненькое и плавно вуалевое эмилирование уже зависит от мастера. Если он будет вам очень тоненько часто набирать волосы без фена, это все можно набирать расчесочкой специальной тоненькой и под фольгу. В принципе, ну это ничем не отличается, то есть... Действительно, я неоднократно про это говорила, что вуалевое мелкое очень эмилирование, что AirTouch это одно и то же. Любая сложная техника окрашивания, AirTouch, Балаяш, Амбре, это все техники эмилирования. То есть, есть у нас однотонное окрашивание и есть эмилирование. Эмилирование это когда есть осветленные пряди. В целом, визуально очень многие люди, да, при том, что я не люблю AirTouch, поскольку это травматичная техника, но когда я делаю окрашивание в технике микро-пряди, да, это мелкое-мелкое вуалевое эмилирование, очень многие думают, что AirTouch, у очень многих клиентов, подружки спрашивают, да, мастера по AirTouch, хотя это, ну, просто очень хорошо качественно выполненное вуалевое эмилирование. Я действительно очень люблю эту технику окрашивания, она очень дорого, очень хорошо смотрит, свои клиенты могут 6-7-8 месяцев ходить так. AirTouch это уже модернизированное вуалевое эмилирование. Сейчас у меня, видите, они кажутся вроде бы светлыми, но когда я забираю волосы, то большая часть темных, поэтому мне хочется вот у лица добавить здесь пряди светлые и чем мы сейчас и займемся, собственно. А, девочки, для меня вообще загадка, загадка. На черта люди, которые хотят постоянно видеть блонд у лица, делают вот такие сложные техники окрашивания. Есть такая вещь, как однотонный блонд, у вас постоянно светлый, одинаковый оттенок возле лица. Более того, хочу сделать еще такое важное и нужное уточнение. Окрашивание с вот таким вот темным корнем и очень контрастной, светлой длиной, да, не обязательно белой, оно вам очень сильно добавляет возраста, когда как однотонный оттенок везде, по всей длине, он действительно очень молодит. Окрашивание с притемнением корня, оно хорошо только для очень-очень юных молодых девушек, но когда вам там за 35+, вот эта вот темная полоса, вот этот белый хвост, это просто, ну, такое впечатление, будто бы вы неряха, да, создается. Это все вкупе, это в силу возраста. Обратите внимание на голливудских знаменитостей. Никто вот в таком окрашивании редко кто ходит, да, именно с вот таким большим процентом блонда, с вот такими вот супер отросшими корнями. Если они так и выходят куда-то в люди, ну, это обычно парики, да, в которых, наоборот, притемнение делается для того, чтобы, ну, не было заметно, что это именно парик. Но свои волосы так очень-очень редко кто красит. Если красит, то женщины, ну, другой этнической группы, скажем так, да. Если вы хотите и желаете выглядеть моложе, то, конечно, вам нужен другой вид окрашивания. Волосы у меня чистые, вымытые. Вот буквально час назад я их помыла, высушила. Естественным образом они подсохнут, чуть-чуть финно подсушила еще сзади, чтобы они быстрее у меня. А то долгая песня. Они должны быть идеально чистые, иначе ничего выдуваться не будет. Мне это не понадобится. Вот, потому что, ну, неудобно. Я уже пробовала и самой себе, спашетом, ну, как-то не очень удобно. А фольгу я буду использовать пищевую, я уже ее нарезала. В принципе, думаю, что нормально, можно вот даже что-то поуже сделать. Вот так я буду выделять. Эту часть мне надо. В целом, пищевую фольгу можно использовать при эмилировании. В этом нет ничего такого, и она ничем не отличается от какой-то профессиональной, да, фольги. Все, я сделала себе разделение. Здесь я сделала на две части, разделила она мне, потому что так удобнее можно было вообще вот так. Но мне ничего не видно будет. Так делаю. А то, что выдула, я буду оставлять. Осветлять буду темную часть. Потом, через некоторое время, когда слиться мой корень, я буду добавлять остальную смесь на волосы. И чуть-чуть осветлю вот эту нижнюю часть. Но это будет потом. Такой контуринг очень хорошо будет, знаете, когда я буду забирать волосы. Вот эти передние волосики у меня будут светленькие. Вот эти будут тоже у лица светленькие. И хвост я буду забирать. Здесь у меня очень будет красивый рисунок. Ох, опять вот эти все мечты про однотонный блонд, который мы пытаемся реализовать в сложной технике окрашивания. Девочки, объясните мне, почему многие хотят постоянно быть блондинкой, да, но при этом выбирают вместо того, чтобы единожды светлиться порошком и дальше очень бережно и качественно поддерживать это все краской, они выбирают вот такой вот сложный просто путь самой себе делать и рта, и тратить там 4-5 часов. Непонятно, какой результат, непонятно, какие пряди, если можно просто один раз покраситься в однотонный блонд. Но для меня это загадка, да. Возможно, это, конечно же, что очень многие женщины пытаются сэкономить, да, на своих волосах. И поэтому им кажется, что так типа будет более выгоднее. Хотя нет, все-таки окрашивание в один тон краской это более выгодная история. Если их распущу, тоже будет очень красиво, у лица будут светлые волосы, в общем, будем надеяться, что все это будет красиво. Значит, здесь я закалываю сейчас волосы назад, не закручиваю, потому что они у меня начнут там кудрявиться, кучерявиться, мне не нужно. Я сейчас закалю вот так, чтобы они мне не мешали. Так, ну что, здесь у меня очень много таких волосков пушковых вообще, baby, тем тоньше, тем лучше будет. И дальше у нас начинается домашний вид AirTouch. В AirTouch, как и в Вальвовом милировании, здесь главная схема, скажем так, раскладки. Именно под каким углом вы выдуваете волосы и под каким углом вы начинаете их милировать. В целом, я вижу, что девушка решила применить почему-то по диагонали здесь, да, и диагонали в том направлении, в котором она выбрала. Когда волос будет не вот так лежать, а вот так, это создать достаточно четкий переход. И, конечно, вообще это безумие в домашних условиях делать себе AirTouch. Одна из самых сложных техник. У мастера на ее там густоту волос часов 5-6 могла уйти только в слоне красоты. Представьте, самой себе это делать. И в целом, дальше она, да, по такому же принципу начинает брать вот эти мелкие прядки, выдувать. И, конечно же, вот так, если не видеть то, что она выдавала феном, кажется, как будто бы она просто рандомно взяла какие-то широкие пряди. Потому что они достаточно широкие, как для AirTouch. Состава она наносит безумно мало. Вот так вот прядь не должна просвечиваться, да. То есть порошка должно быть так много, чтобы он полностью покрывал волосы. И только потом можно будет запечатывать их. Следующая прядь она берет, она вообще безумно-безумно такая толстая. Посмотрите, там огромный такой пласт. Ну, в итоге, если это не выйдут пятна, но как минимум очень широкие такие жирные полоски, знаете, вас окружающие будут путать то ли с барсуком, то ли с сосой, то ли с пчелой. И, конечно, так не должно быть. И вот наша модель с неудачного мастер-класса переходит уже на передние прядки, да. Потому что передние прядки, как мы помним, она хотела, чтобы был как контуринг. То есть очень-очень светлые, такие вот, как сейчас у тиктокеров, да, очень часто вы можете увидеть. И в целом, вот если передние прядки милировать вот таким вот образом, даже если они будут очень толстые, оно будет хорошо смотреться, потому что, когда вы разделяете пробор, они распадаются на две части. Что, ждем все. Короче, жопа, мне кажется, полная. Пошла я смываться. Все, короче, я смыла. Просто водой. Сейчас я буду шампунем. Ну, не знаю, что получилось. По-моему, какая-то фигня. Ладно. Сейчас буду мыть и потом сушить, потом вам покажу. Чтобы убрать реакцию, я воспользуюсь уксусом, ополосну водой. Пчелочка, все нормально. Даже можно было ее потом что делать. Но главный косяк в том, что у меня получилась не диагональ от лица, а горизонтальную линию, видите? Ну, вот то, что я говорила. Четкие такие вот пряди. Потому что, в целом, техника AirTouch, она не такая простая, как кажется, на первый взгляд. Выдал там феном, короче, быстренько заподяжил составчик, ляпнул на волосы и все. Люди учатся этой сложной технике окрашивания и в домашних условиях, посмотрев там одно-два видео у кого-то парикмахера, невозможно нормально и адекватно этому научиться. И в, допустим, в салонных условиях, для чего и притемняет начало пряди, для того, чтобы не было такого жесткого перехода. Видите? Вот это мой косяк. И тут также. Видите? Ровно линия пошла. Фигня. Поэтому я бы сейчас вот это бы оставила, а вот тут бы и делала бы ратушевку тканей краской. Но у меня краски сейчас нет. Ну, теперь вы поняли, а для чего делать эту тушевку тканей? Чтобы обладать все вот эти вот косяки. Сейчас я затонирую, еще посмотрю, что это будет в итоге. Так что... Как-то так. Знаете, сейчас на Фиону похожа из 101 Долматина. И давайте, конечно же, посмотрим на результат, который у нас получился. Буду забирать все волосы вверх. Здесь, видите, все так равномерно. Красиво. Сказать, чтобы я 100% довольна, я не скажу. Ну, как бы я вижу недостатки. Если вы заметили мою ошибку какую-то, вы уже можете писать, а я это уже вижу только после монтажа, когда выложу видео. Буду монтировать. Вот. Цвет еще такой прикольный. Видите, что получилось? Получаются мои корни и вот тут вот пошли волосы, которые осветлены. Видите? Можно было брать потоньше прядь. То есть, можно было не две пряди сделать, а одну всего лишь осветлять. Было бы более так вот гармонично. Здесь же широко слишком она убивается. Ну, в общем, посмотрим. Ну, в целом, она и хотела переднюю, широкую, достаточно прядь. Поэтому сейчас претензии, конечно, только к самой себе предъявляют. Но смотрится это просто как обычно. Такое вот мелирование. И хочу сказать, что девушка делала не все волосы, да, потому что все волосы сзади невозможно выдать. А она просто сделала себе вот эту вот переднюю зону, коммерческую, как ее еще называют парикмахеры. В конце эти десятка, а здесь явно девятка. Немножко желтеть есть в такой момент. Нормально, для первого раза неплохо. Конечно. Давайте еще вам ближе покажу. Вот так. Она плеть выбивается. Но если я вот так вот все сделаю вот так. Ну, честно говоря, когда она ближе показала, я не увидела вообще особо никакой разницы между тем, что у него было до, и тем, что вот получилось после. Где-то какие-то мини-мини светленькие прядки, да, добавились. Но большой роли это не сыграло в ее краш. У нее, опять же, просто потому что на тех референсах, которые она показывала, у девчонок там 80% натуральных волос, да, и тут вот есть какие-то светлые прядки у лица. Это совершенно по-другому смотрится, чем когда у тебя тут белющие такие белопепельные волосы, и ты еще хочешь тут белую прядку. Но оно же по-другому будет смотреться, это нужно понимать. В общем, вот такая вот история, которую мы с вами сегодня посмотрели. Ну, конечно, экспериментом девушка осталась недовольна. Пишите, как вам эксперимент решили, если бы вы на такое безумие, как AirTouch, самой себе дома, и что вы думаете по поводу кинутого страйка.